Образовательное учреждение сегодня открыли глава Кубани Вениамин Кондратьев и министр спорта России Павел Колобков. Все занятия в школе будут проводиться совершенно бесплатно, что даст возможность молодому поколению развиваться и становиться сильнее физически и духовно. С 16-го года совместно с Федерацией Самбо России мы реализуем программу «Самбо в школу» и сегодня открываем новую секцию самбо, дзюдо и секцию смешанных недоброств. Эти гостеприимные двери откроются для 280 детей, которые будут заниматься здесь, совершенствовать свое спортивное мастерство. 2 сентября школа примет 300 учеников, которые, я уверен, в своей жизни получат эту счастливую возможность приходить в эту хорошую, оснащенную спортивную школу и заниматься спортом. А самое главное, что тренировать их будут уже именитые и известные спортсмены, призеры, чемпионы российских и международных соревнований. Это будут не просто их тренеры, это будут их наставники. И я хотел бы, очень хотел, чтобы эти тренеры были по-настоящему их наставниками в жизни, чтобы эти мальчишки, а может быть и девчонки, никогда не сошли с настоящего, правильного пути гражданина нашей страны. Ведь важно не только побеждать на ковре, важно побеждать в жизни. Вот чему учит спорт. А еще очень важно отметить, что ведь на ковре проявляется не только сила, выносливость, упорство, на ковре проявляется уважение к противнику, какой бы национальности он ни был. Павел Колобков и Вениамин Кондратьев также осмотрели новую спортивную школу и пообщались с будущими учениками, а после побывали на открытом уроке по самбо, где дети продемонстрировали свои силы. Как отметил глава региона развитию единоборств, на Кубани отводится особое внимание. В более чем 350 школах краев введен обязательный урок самбо.